Библейский портал экзегет.ру представляет Последняя, 66-я глава книги пророка Исаии, я прочитаю в своем переводе с небольшими комментариями для библейского портала экзегет. Эта глава подводит итог всей книги, это неудивительно. И здесь основные темы книги повторяются вновь, но даются уже с какой-то новой, более высокой точки зрения. Это слова Господа, вся глава, это ответ в диалоге. А я напомню, что диалог уже несколько глав идет. Сначала обращение людей к Богу, потом в 65-й предыдущий начинается ответ Господа на это обращение. И вот здесь он как бы подводит итог всей книги, всему тому, что было сказано раньше. И подводит очень поэтично. Так говорит Господь. «Небо мой престол, а земля подножие для меня». Ну, то есть, сидя на престоле, он ставит куда-то ноги, и вот земля такое подножие. Естественно, образ. «Так где же вы построите мне храм? Где будет место покоя моего?» Ну, напоминание того, что уже знал, скажем, царь Силамон в своей молитве на освящение храма, он это говорил, что небеса небес не вмещают. Господа и храм тем менее может его вместить. Это всего лишь место, где можно обратиться к нему, место его символического присутствия среди своего народа. Так вот, люди, вы хотите меня вместить в какие-то рамки архитектурные, или, может быть, догматики, богословия, обрядов? Я в них не вмещаюсь, говорит Бог, я больше. Весь мир создан моей рукой, и по слову Господня возникло все. Но вот на кого я стану смотреть, на смиренного, сокрушенного духом, трепетно внимающего моим словам. То есть, весь мир не вмещает, да, но есть тот, с кем он будет разговаривать, есть тот, с кем он будет общаться, и это зависит от поведения человека. А даже от отношения, смиренный, сокрушенный, да, а им, что вола зарезать, что человека убить, что барашка пожертвовать, что пса задушить, что хлебный дар возложить, что свиную кровь пролить, что фимиам воскурять, что истукана славить, решили они идти своим путем, что мерзко, то им и любо. Что вола зарезать, что человека убить, это про несправедливость насилия. Обратим внимание, что в пророческих книгах это всегда на первом месте, не ритуал, не молитва, даже не поклонение идолам, но именно насилие по отношению к человеку. С этого все начинается. Дальше как раз искажение ритуала. Вместо барашка душат пса, вместо хлебного дара свиную кровь, да, свинина это вообще не чистая для них пища. Потом истлавить истукана, значит, это уже идолослужение. Вот им нет разницы между соблюдением моих заповедей и собственными своими путями, которые мне мерзки, говорит Господь. Ну так и я выбираю насмешку, чего бояться, то на них и наведу. Ведь я звал, а они не отвечали, я говорил, а они не слушали. Творили они, что я считаю злом, избрали, что мне не угодно. Вот, собственно, грех и ответ на него, да. Первая часть книги Исаии очень подробно расписывает все эти детали. Здесь краткий итог. Вы слушаете же слово Господне, вы, кто трепетно ему внимает. Говорят ваши братья, ненавидящие вас и гонящие вас из-за имени моего. Пусть явит славу свою Господь, тогда посмотрим на вашу радость. Таких ждет позор. То есть упомянутые люди, которые Бога пытаются привлечь в качестве какого-то доказательства своей правоты или насмешки над своими неприятелями. И вот им не просто это не удастся, но для них это будет моментом позора. Вот так или иначе, но это не работает подобным образом. Доносится из города шум, голос слышится из храма, это голос Господа. Настал для его врагов час расплаты. Вот как раз наказание, которое грядет, этому тоже посвящена значительная часть книги. «Еще схваток не было, как уже родила, еще боли не прошла, вот и сын. Кто слыхал о таком, кто подобное видел? Возникает ли страна в один день, рождается ли народ за один раз? Аксионы и два схватки пришли, как дети уже родились». А вот здесь еще одна тема неожиданного избавления. Вот главы сороковые были в основном про это, про то, как народ возвращается к себе домой, как возрождается эта страна заново и как бездетная становится многодетной одномоментно. «Доведу ли я дело до схваток, а потом не дам разрешиться?» — говорит Господь. «Или удержу выходящего дитя?» — говорит твой Бог. «Веселитесь вместе с Иерусалимской девой, порадуйтесь с ней, кто любит ее, ликуйте с ней заодно всех, кто оплакивал ее». Вот эта самая Иерусалимская дева, то есть женщина, которая олицетворяет собой Иерусалим и вообще израильский народ, она становится многодетной матерью, и Господь ее привечает, соответственно, все остальные народы могут порадоваться за нее. «Более того, называли Бога Отцом, есть и про это. Теперь вас, как младенцев, насытит. У нее на груди вы утешитесь, будет для вас лакомым напитком обильное молоко из ее сосков». То есть он как ее супруг, а она вот как мать, родившая этих самых детей. «Объявляет Господь свою волю, потечет к ней благоденствие рекой и достояние народов потоком. Будут кормить вас, носить на руках и ласкать, посадив на колени». Опять-таки, вот маленькие дети, и даже сам Господь становится для них не то, что отцом, а более того, матерью. «Как утешает родная мать, так и я вас утешу. Иерусалим утешением вашим будет. Увидите это, и обрадуется ваше сердце. Расцветет тело, как юные побеги. Явится сила Господня на его рабах, а негодование на его врагах». Ну вот, грядущее возрождение, которое уже началось, это тоже тема многих глав книги, особенно 50-е главы об этом. «И явление Господа» совсем недавно было в 60-х главах. «Вот Господь грядет в огне, колесница его словно вихрь, ярость и гнев его прольются в языках пламени, негодование его, огнем и мечом произведет Господь суд над всякой плотью, много будет сраженных Господом». То есть, пришествие начинается с кары неверных, с того, чтобы очистить землю от нечестивцев. «А те, кто освящают себя, очищают в садах, следуя первым из них, ну или один за другим, освящают, очищают, имеют в виду языческие обряды, которые они проводят в каких-то своих святилищах в садах, едят свинину, мышей, всякую гадость, те разом сгинут, пророчество Господа. Знаю я и дела их, и мысли. Приходит час собраться народам и языкам, придут и увидят мою славу». Вот язычество исчезает, даже не указанное из Иерусалима, из Израиля или вообще отовсюду, и все народы собираются. Тоже важнейшая тема этой книги. Вокруг Израиля собирается все человечество, чтобы увидеть славу Господа и разделить поклонение Ему. «Положу я на них знамения и пошлю из тех, кто там уцелеет, к народам, в Таршиш, и Ливию, и Лидию, к тем, кто натягивает тетиву в Тувал, Грецию, на дальние острова, где обо мне не слыхали, славы мои не видали, чтобы возвестили они народам мою славу». Здесь названы разные дальние страны. Некоторые из них мы хорошо знаем. Ливия, Греция. И сегодня такие страны на карте есть. Некоторые мы не очень хорошо знаем. Лидия, это сегодня в Турции, Тувал или Таршиш, вообще не очень известно где. Ну, неважно. Дальние острова, вот самые-самые далекие страны, как бы мы сегодня сказали, там в Австралию, в Канаду, вот очень далеко. «Где обо мне не слыхали, славы мои не видали, чтобы они возвестили народам мою славу». Вот израильтяне, путешествуя по миру, рассказывают о Господе и собирают народы вокруг себя. «И вернут братьев твоих от всех народов, словно дар Господу повезут на лошадях и на повозках, на телегах и на моллах и на верблюдах на святую мою гору». Вот как раз собирание не только других народов, но и пленников Израиля, рассеянных по странам мира. Вот в Иерусалим еще одна важнейшая тема этой книги. «На святую мою гору в Иерусалим, говорит Господь, как приносят израильтяне дар в чистом сосуде в храм Господень. Возьму некоторых из них даже в священники и в левиты, говорит Господь». Вот эти народы, другие, эти самые загадочные тувалы Таршиш или Греция и Ливия, они не просто станут частью Божьего народа, но среди них будут даже священники, что вообще говоря, никак не согласуется с Ветхим Заветом, с тем, что только потомки Аарона могли быть первосвященниками, и только из колена Левия выходили, левиты, да, вот. А здесь какие-то вот вообще иноземцы, чужостранцы будут священниками и левитами. То есть границы, разделяющие Израиль и остальное человечество, размоются, но не так, как хотят язычники, чтобы израильтяне тоже стали язычниками, а так, чтобы и другие народы вошли в этот святой народ Божий. Собственно, то, что мы видим в Новом Завете, когда границы Израиля не стираются, но расширяются до пределов всего человечества, когда люди входят в Новый Завет любого происхождения, да, если они принимают Бога, и они становятся этим самым новым Израилем, этой самой новой церковью, живущей уже в какой-то новой реальности. Словно новое небо и новая земля, вот она, реальность, которая просто превосходит все нынешнее мироздание, которые я творю, пребудут предо мной, пророчество Господа, так пребудет ваше потомство и ваше имя. Смотрите, земля и небо будут новыми, тот мир, в котором мы живем, исчезнет, погибнет, возникнет какой-то другой мир, но вы и ваше потомство останетесь, вы более цены, чем все мироздание. И тогда новолуние за новолунием, и суббота за субботой, это праздничные дни в Ветхом Завете, раз в месяц, раз в неделю, да, и суббота за субботой, всякая плоть будет приходить ко мне на поклонение, говорит Господь. Вот размеренное постоянное богослужение. Ну и поскольку это Ветхий Завет, здесь многое о наказании, вот они будут приходить, но не все же придут, кто-то же откажется, а выйдут, увидят трупы людей, что восстали против меня, и червь, грызущий их, не угаснет, и пламя, палящее их, не угаснет, мерзосты будут они для всякой плоти. Это образ, конечно, каких-то мертвых тел, которые либо похоронены, их грызет червь, либо преданы сожжению, было же и такое захоронение, тогда это пламя. Вот смерть над ними будет продолжать свою власть, а над верующими, над вами, над святым народом, смерть уже не будет властна. И, собственно, этим заканчивается книга пророка Исаии. Не просто самая большая пророческая книга Ветхого Завета, но, наверное, самая великая в очень многих смыслах. Может быть, потому что в этой книге как раз говорится об очень многих вещах, которые тоже и у других пророков рассмотрены, затронуты, иногда более ярко, иногда более подробно, чем у Исаии, но только Исаия, только эта книга, наверное, настолько соединили воедино вот эти разные темы, разные сюжеты, идеи, и свели в какое-то удивительно гармоничное, полное и тонкое такое повествование. И 66-я, последняя глава книги, как раз напоминает нам об этих темах, мотивах и идеях. Продолжение следует...